Развитие человеческого общества связано с непрерывным ростом потребления энергии. Современная энергетика основана на использовании традиционных видов органического топлива, каменного угля, нефти, природного газа, торфа, горючих сланцев. Однако, во-первых, запасы природного горючего не безграничны и добыча их обходится все дороже. Во-вторых, его использование во все возрастающих масштабах оказывает вредное воздействие на экологическое состояние среды за счет сжигания атмосферного кислорода, выбросов большого количества вредных продуктов горения, вывода из оборота землепользования огромных площадей плодородной почвы. А перевозки органического топлива уже сейчас составляют более 40% всего грузооборота страны. Наиболее крупным достижением нашего века стало открытие и практическое использование ядерной энергии. А история атомной энергетики началась в 1954 году, когда в Обнинске заработала первая в мире АЭС. Ныне в 31 стране мира действует более 400 ядерных энергоблоков. В подавляющем большинстве АЭС оснащены реакторами на тепловых нейтронах. Топливом в таких реакторах служит обогащенный изотопом урана-235 природный уран, который состоит из двух изотопов, неделящегося урана-238 и редкого, делящегося урана-235. Однако известен и другой тип реактора, так называемый быстрый реактор, позволяющий превращать неделящийся изотоп урана-238 в искусственный элемент плутоний-239, который наряду с ураном-235 является весьма эффективным топливом как для реакторов на тепловых, так и для реакторов на быстрых нейтронах. Впервые работы над таким реактором начались в Обнинском физико-энергетическом институте в конце 40-х годов под руководством академика Украинской академии наук Лейпунского. В институте были созданы экспериментальные физические модели быстрых реакторов, которые позволяют моделировать процессы в больших энергетических реакторах. На физических сборках воспроизводится точный ядерный состав тепловыделяющих элементов, тепловыделяющих и поглощающих сборок, теплоносителя, активной зоны в целом. От реальной конструкции реактора физическая сборка отличается геометрией ее составных элементов и мощностью, которая составляет от сотен ватт до нескольких киловатт. Измерения, проводимые на физических моделях реактора, позволяют проверить существующие методы расчетов. Особенность быстрых реакторов в том, что в качестве теплоносителя в них используется жидкий натрий. Для исследования проблем натриевой технологии разработаны специальные стенды. Особое внимание экспериментаторы обращают на способы тушения натриевых пожаров. Для исследования комплексных инженерно-физических проблем в ФАИ создан реактор БР-5, который впоследствии был реконструирован в БР-10. В этом реакторе впервые в качестве теплоносителя стал использоваться натрий, а топливом служила окись плутония, загруженная в тепловыделяющие сборки. Сегодня БР-10 инструмент не только для решения чисто физических проблем. Совместно с Институтом медицинской радиологии на нем исследуется воздействие радиации на живые организмы. В последнее время пучки быстрых нейтронов применяются при лечении некоторых онкологических заболеваний. За разработку физических основ быстрых реакторов Александру Ильичу Лейпунскому, Олегу Дмитриевичу Казачковскому, Игорю Ильичу Бондаренко и Льву Николаевичу Усачеву В 1960 году присуждена Ленинская премия. В 1969 году в Димитровграде запускается реактор Бор-60. Он предназначался для изучения воздействия радиации на конструкционные, топливные и поглощающие материалы, для отработки оборудования натриевых контуров, парогенераторов и систем перегрузки. Вместе с тем Бор-60 – первый в СССР реактор на быстрых нейтронах, который стал вырабатывать электрическую энергию. В результате многолетних исследований на Бор-60 были найдены оптимальные конструкторские решения для элементов активных зон будущих промышленных реакторов. Примерно в два раза увеличен ресурс и глубина выгорания топлива, что непосредственно улучшает экономику ядерного топливного цикла. Еще через четыре года на полуострове Мангошлаг сооружен первый в мире опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах БН-350, предназначенный для выработки электроэнергии, производства плутония и опреснения морской воды. На этой установке получены данные о длительной надежной работе крупного оборудования натриевых контуров, главных циркуляционных насосов, теплообменников. Особенно важно было подтвердить надежность тепловыделяющих элементов, ТВЭЛов, так как именно они потенциальные источники радиоактивного загрязнения. Оболочка ТВЭЛа должна оставаться герметичной в экстремальных условиях активной зоны, для которой характерны высокий уровень радиации, большие механические напряжения, высокие температуры до 650 градусов. Для исследования отработавших элементов дистанционным способом на установке БН-350 сооружены горячие камеры. Они дали возможность уточнить конструкцию ТВЭЛов, выбрать для их оболочек и кожухов тепловыделяющих сборок наиболее радиационно стойкую сталь. Успешная эксплуатация БН-350 позволила перейти к разработке и созданию более мощного и экономичного реактора БН-600. Об его особенностях рассказывает главный конструктор, член-корреспондент Академии наук СССР Федор Михайлович Митинков.